Вот мы вот такое помещение построили, там хранилище, 1200 квадрат там, где-то порядка полтора тысяч тонн войдет сюда, ну это сельхозпродукция там. А сельхозпродукция в этом году уродилась на славу. Здесь и картофель, морковь, лук, тыква, капуста. Семья из Басаровых уже 10 лет занимается овощеводством и впервые их урожай благодаря новому хранилищу доживет до весны. Только в прошлом году фермеры выбросили 30 тонн картофеля. Овощи чувствовались в картофеле-хранилище. Мы их сгружали, например, сгружаем 30 тонн моркови. В декабре месяце 20 тонн мы выкидываем на помойку, 10 тонн реализовываем, потому что оно задыхается, овощи. Для них надо было свои условия создавать. И вот мы убытков примерно около 3-4 миллионов унесли по овощам только в год. Сейчас за температурой следит обычный термометр. В помещении не должно быть больше 4 градусов тепла. Весной здесь появится автоматическая система управления микроклиматом. Ее привезут из Германии. Установка стоит миллион рублей. Всего же строительство обошлось в 14 миллионов. Сейчас в новом хранилище трудятся больше 20 рабочих. Каждый день они сортируют порядка 50 тонн картофеля и других овощей. Помимо зарплаты люди ежемесячно получают бонус – мешок картошки. А вообще урожай хозяйства покупают не только амурчане, но и жители Хабаровского края, Сахалина и Якутии. Мы как бы не устаем чересчур. Я говорю, у нас есть свои игрушки, которые все уносят, приносят. Наше дело только перебирать. Посмотреть упорно. Да, нам нравится. Ой, очень хороший. У нас что начальство хорошее, что коллектив хороший. Мы всегда друг с другом общаемся. Нам весело. У нас не бывает скучно. О строительстве хранилища семья из Басарвых задумалась еще в 2013 году. Но в планы вмешалось наводнение. В этом году к задумке вернулись. В мае месяц там начали фундамент заливать. И вот это сооружение мы заказали. Привезли нам только 25 августа. И 25 сентября мы закончили строить за месяц. Мы в этом году поставили немножко продукцию. Посмотрели, как она будет покатать, будет температура. Одновременно с овощехранилищем фермеры развивают животноводство. Недавно купили корову, построили котельную, чтобы животные круглый год пили теплую воду. А в ближайшее время жители Волково планируют купить лошадей, баранов и молочных коров. Сделают это тогда, когда овощехранилище окупится. Фермеры предполагают, что это произойдет через два года. Дерек Орнополова, Василий Пронькин, Альфа Новости.